Ну сначала, о чём? Что для вас сложнее всего в архитектуре? Сложнее? Важнее. Но для кого-то это технологии, для кого-то это соблюдение исторических каких-то там аллитий. Ой, я не хочу на эту тему говорить, это мне совершенно неинтересно, потому что это на самом деле в каждом конкретном случае. Что вам интересно в архитектуре? Что принципиально важно? Всё. Ну давай теперь это всё раскортируем в какую-то логику и последовательность. Ну давайте сначала мы запишем так. Так, об архитектуре мы предположим, да? Вообще, что сие для меня, да? Для меня. И для меня ли. Правильно? Угу. Это первое. Второе. Что я для неё. Для архитектуры, да? Что я ей даю, да? Понимаешь? Что я ей даю. А ей это надо? Или нет? Третье. Что важно? Что лично? А что могу отдать другим коллегам? Починникам? Врагам. Что люблю? Потому что я. Чего хочу? Чего не люблю? То же самое. Ну и вообще, зачем это всё? Всё, что мы делаем. Делаем. Говорим. Думаем. Пишем. Обсуждаем. Переживаем. Учимся. Не досыпаем. Ревнуем. Сремимся. Теперь работаем. Теперь работаем. Ну давайте так, архитектура для меня это все, это в первую очередь жизнь. Это и образ жизни, и способ жизни, и цель жизни, и некий инструментарий, с помощью которого я живу. Думаю, переживаю, познаю, общаюсь, взаимодействую с природой, с людьми. Это как бы некая материально-духовная субстанция, которая меня окружает. Это мой корабль. Я в нем как бы и инженер, и конструктор, и строитель, и пилот этого корабля. Вот это некая субстанция, некая оболочка, вот это все архитектура. Это мои, как они там в биологии называются? Не пистики и тычинки, а вот то, что там, вот эти вот… Нет, то, что реагирует на прикосновения. Как они называются? Рецепторы. Рецепторы, точно. Архитектура для меня некий еще рецепторный орган такой. В архитектуре я себя чувствую как бы всем. И человеком, и творцом, и мужчиной, и отцом, и мужем, и кем угодно. И любовником, и вообще просто как бы полноценным человеком. И начальником, и хозяином, и работником, и мастером, и подмастерьем. Это так, глобально очень, что сие для меня. Это для меня и воздух, и вода. Потому что вода родила нас всех, воздух дает нам возможность жить вместе с водой. И для меня архитектура – это все. Вот весь мир – это архитектура. Часть этой архитектуры создана Творцом, Господом Бога. Часть этой архитектуры по его законам и по тем законам, которые человек постиг, и которые он транслирует из поколения в поколение, человек с помощью этих законов и с помощью…